Михаил Плецковский, Разноцветные зверята На опушке леса, примастившись на пеньке, сидел лягушонок прыг-скок и рисовал кисточкой на холсте бабочку, которая покачивалась на ромашке. Рисовал и пел. Услыхал песенку лягушонка зайчонок, выглянул из-за березки и выбежал на опушку. Высунулся из кустов мордочку медвежонок и тоже заковылял к лягушонку. Как красиво вздохнул медвежонок, взглянув на картинку. Я так не умею. А ты, лягушонок, где-нибудь учился на художниках? Поинтересовался медвежонок? Нет, я родился такой, ответил лягушонок. А вам нравится бабочка на моей картине? Она такая розовая и поэтому красивая, сказал зайчонок. Вот если бы я был таким розовым, то меня бы, наверное, тоже считали самым красивым зайчонком на свете. А я бы хотел быть наполовину зеленым, а наполовину синим, мечтательно произнес медвежонок. Тогда бы я тоже сделался самым знаменитым медвежонком в нашем лесу. Вот квак, удивился лягушонок. Если все дело только в этом, то я согласен вам помочь. Кисточки у меня есть, краски тоже найдутся. Лягушонок взял в лапки две кисточки и принялся за работу. Да чего же ты розовый? Ахнул медвежонок и погладил зайчонка по головке. А ты тоже. Да чего же зеленый-синий? Ну, просто совсем. Синий-зелененький. Похвалил зайчонок и погладил медвежонка по спине. Когда медвежонок заглянул в свою берлогу, то мама медведица, которая варила обед, даже поварешку от испуга на пол уронила. Это что еще за зверь такой? Зарычала она. Я не зверь. Я же медвежонок. Послышался жалобный ответ. Мой сынок, боренький, а не такой разноцветный. Убирайся, пока цел. Погрозила медведица кочергой. Убежал медвежонок и встретил в лесу грустного зайчонка. Мама не узнала меня, захныкал зайчонок, и меня тоже, махнул лапой медвежонок. Над лесом, верхом на облаке, выкатилось солнышко. Оно зевнуло, взбило облако, как подушку, закрыло глаза и улеглось спать. Сразу стало темно и страшно. Что будем делать? Спросил зайчонок. Спать! Зевнул медвежонок и улегся калачиком под березку. Улегся и захрапел сразу же. Зайчонок положил в изголовье охапку рыжих листьев и стал смотреть сквозь длинные-длинные ветки, как веселый желтый месяц дергает серебряные ниточки, свисающие с погашенных звезд. Потянет месяц за нитку, звездочка зазвенит и вспыхнет. Смотрел-смотрел зайчонок и уснул. Утром зайчонок с медвежонком проснулись и побежали к ручью умыться. Видит? Мостик через ручей сломан. Давай починим мостик, предложил медвежонок. А разве мы его сломали? Спросил зайчонок. Это не важно. Мы его починим, и он кому-нибудь пригодится.